Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Санкции не работают, говорите. Ну так сейчас я вам покажу, как они не работают. Значит, смотрите. Некто Голикова, она занимает какой-то там пост, подвязается в путинской шайке-лейке. Ну, она из этих, из верхних, кто знает, что происходит. Но, тем не менее, заявила о росте среднемесячной зарплаты за 8 месяцев года. Вот, Некто Голикова заявила такое. Дублер Путина заявил, что, вот на последнем видео, что доходы россиян растут выше, чем инфляция. О, как бы замечательно! Это же просто супер-пупер колбаса! И тут же, ну, это, скажем, пропагандистские эти клише, на которые можно не обращать внимания. Так же, как на трюк Коношенкова или абсолютно дурацкие высказывания Шойгу. А вот тут реальность суровая. По кредитам в настоящий момент не платят, перестали платить 21 миллион человек. 21 миллион. А вы знаете, сколько человек имеет кредиты? Кредиты, микрокредиты, разные вещи. 47 миллионов россиян. А сколько всего россиян? Ну, они говорят 140 миллионов, давайте опустим это дело так, ну, скажем, где-то в районе 90-100 миллионов. То есть, фактически, каждый второй россиянин перестал платить по кредитам. Не только каждый второй из... То есть, получается, что не платят половина... Ой, извините, у каждого второго россиянина эти кредиты есть. А каждый четвертый россиянин перестал платить по кредитам. Вы поняли, да? То есть, если принять, что плюс-минус население так называемой России около 100 миллионов, пускай 90, то 47 миллионов прокредитченных, да? Это 50 процентов, грубо говоря. Из них половина не платит. Представляете себе масштаб катастрофы? А что ж такое, что они вдруг... Они ж когда в тот момент, когда они брали эти кредиты... Это, прежде всего, ипотека. Они же рассчитывали их выплатить, а не что-нибудь, как-нибудь. А сумма долга уже достигла до 2,9 триллиона рублей. Господи, прости. Вот. То есть, когда же они брали? У них же была работа. Все работало. Все было нормально. Они рассчитывали как-то рассчитаться с этими всеми судами, правильно? На квартиры, на машины, на что угодно, да? А сейчас вот на машину уже не сильно они как бы рассчитывают, да? Вот видите, Москвит-6 начали продавать. Сколько продали? Был шоу-рум, была реклама в газетах, телевидении, где только не было, да? Москвич, ну, китайская машина, а русского там только тряпочка, которые протирали окна перед тем, как ее продавать. Вот. Сколько продано было машин, правильно? Ровно одна штука. Одна! О чем это говорит? Это говорит о полном обнищании большей части населения. И даже в Москве и в Санкт-Петербурге уже пошли вот эти вот движения, когда не то, что жрать нечего, а уже переходят с нормальной еды на подножный корм, да? На батон нарезной и так далее, и так далее. Вы меня поняли, да? Вот. То есть, они не могут больше платить кредиты, потому что у них нету работы, нету нормальной человеческой работы, которая позволяла вести тот способ жизни, с тем уровнем жизни, который у них был ранее. А значит, санкции очень даже работают. А значит, вот эти все заводы позакрывались. Но с другой стороны, у Путина именно эта цель была, сделать всех россиян нищими и убогими. А куда нищий и убогий пойдет? Дохнуть. На СВО. Правильно, так называемое СВО. То есть, в принципе, где-то в этом самом путинский план и состоит. Он берет и делает нищим 25%, ну, около четверти населения собственной страны, или там 20, или пятую часть населения собственной страны, делает полностью нищими банкротами. Вот это самое главное. Банкротами. Потому что плодить, они насосались кредитов, как жаба мыла. А кто им выдает кредиты? Правильно, Людмила Путина выдает кредиты. Именно она держит в своих ручках, в которых она раньше держала что-то другое, да? У кого-то другого. Значит, именно она в своих ручках держит вот эти все конторы с микрокредитами. Вот глупые, наивные россияне берут, значит, кредиты у Путина. Вот. А потом дублер Путина посылает их на утилизацию в Украину, потому что расплатиться по-другому со своими кредитами, кроме как пойти убивать женщин и детей, этот россиянин уже не может. Работы у него больше нет, потому что санкции. Кредиты он предстает платить. К нему начинают ходить коллекторы. Вот, кстати, коллекторские фирмы, у них сейчас бум. Вот они сейчас на коне, на гребне волны. Вот они говорят, что санкции действительно полезны. Но это только для коллекторов. А все остальные дохнуть в вонючий, залитый кровью окоп где-то там в Донецке.